Плэйстэшн 1 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Также касаемо удобства, над джойстиками постарались. Они выполнены в имитации софт-тач пластика, что в руке лежит довольно удобно и не выскальзывает. Но сама приставка невероятно маленькая. На видео вы скорее всего видите то, что она больше, но нет. Джойстики, идущие в комплекте, даже немного больше ее. Ну и если придраться к этой приставке со стороны ностальгии, купив ремейк первый PlayStation, я бы хотел увидеть в коробке тот же самый размер, что и несколько десятков лет тому назад. Но вернемся к главному нюансу приставки. Игры. Да, хейт в ее сторону начался не из-за аппарата или его качества, а именно из-за встроенных в нее игр. Причем только встроенных. Зная наш русский менталитет оставлять все, что не нужно в гараже, либо на балконе, практически каждый бы у себя нашел несколько старых дисков для первой PlayStation, а может быть и саму PlayStation. И установи в Sony Classic дисковод минимальный всего списка добра, что они смогли бы сделать, заставили людей разобраться в гаражах и чердаках. Но нет. Дали нам 20 стройных игр. Причем таких, что увидев данный список на коробке русской комьюнити, немного разочаровался. Ведь у нас здесь не оказалось тех игр, которые все хотели бы видеть, а мини-популярной, и некоторые вообще людям неизвестны. Ну и какая тут ностальгия должна быть. Из списка, которые присутствуют сзади на коробке, я обрадовался только некоторым играм. Старые GTA с видом сверху, Metal Gear Solid, Final Fantasy и Resident Evil. Лично мое мнение, то брать приставку с 20 играми, из которых я проиграю в 5 или 6, не самая лучшая перспектива. Цена и качество, по сути, не окупают данную приставку. И за эти деньги на вторичном рынке, я бы за эту сумму и даже дешевле взял бы вот эту вот красавицу. Ну и, как минимум, 50 игр в комплекте. Но, тут исправить ситуацию взялись люди, которые день прожить не смогут, если что-нибудь не взломают или не узнают. Хакеры нашли возможность расширить список игр способом, доступным абсолютно каждому пользователю. Достаточно всего лишь флешки, notepad++ и минут 10 свободного времени. Находим нужный нам образ игры, закидываем его на флешку и делаем так, как говорят специалисты этого дела. Ну а потом начинаем играть то, чего мы действительно хотим. И только после подобных манипуляций мы добиваемся того, что нам изначально не должны были положить Sony. Но не сделали. До момента, пока люди смогли найти данный путь обхода, СМИ окрестили данную PlayStation как худшей приставкой Sony. И чисто из-за того, что необходимо делать самим, а не делает изначально компания. И свое мнение они не поменяли и, скорее всего, этого не сделают. В данной приставке есть относительно неудавшиеся моменты. Например, кривой эмулятор, на котором тормозит большинство игр. У меня есть очень одна интересная теория, почему Sony решили ограничиться всего лишь 20 играми. Дело не в инициативе компании, а в том самом эмуляторе, который тормозит и не тянет другие варианты игр. Или же то, что в комплекте не идет питание к приставке. И перед тем, как снимать обзор, мы минут 10 по дому искали 2-амперную зарядку. Если взять все эти минусы в охапку, то получаем именно то, что получаем. Поэтому основные российские ритейлеры буквально месяц откровенно слабых продаж данной приставки начали делать очень огромные скидки. И в некоторых местах они достигают практически половины суммы от той, по которой приставка изначально шла на выходе. Но и данный ход, к сожалению, не помог. Поэтому, подводя видео к концу, у нас получается следующий итог. Sony решила сыграть на чувствах ностальгии, выпустив ремейк первой PlayStation. Думала, что учила абсолютно все детали. И даже выход PS Classic состоялся в тот день, когда вышла первая плойка. Учли множество вещей, но не самое главное – удобство. На этом они и прогорели. А жаль, ведь у данной консоли по факту был огромный потенциал. И она смогла бы взорвать рынок. Но, увы. Ну, а с вами был Илья. Канал Техномеханик желает вам приятных покупок и верных решений выбора техники. Мы ждем от вас лайков, подписки и вашего объективного мнения в комментариях касаемо данного продукта. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok